Разбились целый автобус. Первые минуты после ДТП с военной колонной на Новой Риге. Видно, сослуживцы пытаются помочь пострадавшим, оказавшимся в искорёженном автобусе, в который влетел многотонный самосвал. Известно, что колонна из четырёх автобусов Минобороны остановилась на обочине из-за поломки головной машины. В этот момент в неё на полном ходу влетел грузовик. Сегодня, примерно в 15 часов 25 минут, на 28-м километре федеральной автомобильной дороги М9 Балтия водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автобусом. Основной удар пришёлся на замыкающий колонну автобуса. Он был такой силой, что кузов паза буквально разворотило. Четверо военнослужащих погибли. Эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве. В результате столкновения четверо военнослужащих погибли. Командование Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием колонны военных автобусов. В автобусах находились солдаты-срочники и сопровождающие их офицеры. Всего 127 человек. Более 40 из них потребовалась медицинская помощь. В настоящее время все доставлены в медицинские учреждения и всем оказана медицинская помощь. Основная группа пострадавших перевезена в Москву в госпиталь Кришневского. Пострадавших доставляли в больницы кареты скорой помощи и вертолёты санавиации. Как отмечается, некоторые из них в крайне тяжёлом состоянии. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель самосвала, который отвлёкся от дороги и не справился с управлением. Известно, что за рулём большегруза был 36-летний житель Владимирской области Иван Гавриков. Серьёзных травм он не получил. Уже установлено. Водитель в момент ДТП был трезв. Сейчас он задержан. Движение по Новорижскому шоссе сейчас затруднено. В центр машины пускают только по одной полосе. Само место ДТП по-прежнему отцеплено. Там сейчас продолжает работу следственная группа для того, чтобы установить все обстоятельства этой страшной аварии.